Сама отдача команды в первую очередь, ну и конечно мы играем дома при своих болельщиках, обязаны просто побеждать. Какие сильные стороны могли бы назвать Карпат и что помогло нейтрализовать их? Ну, держание мяча, они здорово контролировали мяч, после перерыва мы решили их прессинговать выше и я думаю мы с этим справились, забили свои головы и выиграли матч. Приятно забивать, но самое главное для меня это когда команда наша выиграет. Есть ошибки, которые нужно исправлять, надо учиться, каждый матч, каждая тренировка нужно учиться, исправить свои ошибки и то, что забил это плюс конечно, но еще раз говорю, надо улучшать свою игру и чтобы команда наша побеждала. Очень понравился гол, когда ты забивал после подачи кадра, собственно прокомментирую этот момент, почему принял такое решение, первым принял касание, вторым пробил. Ну, что еще нужно, в штрафной получил мяч, обработал и пробил вдаль. В принципе, каждый, я думаю, так бы на моем месте сделал бы, потому что это, я не знаю, это инстинкт нападающего, то есть, что надо было выдумать, есть ворота, пробил и все, и забил. Всегда нападающий должен идти до конца на добивание. В принципе, выдержал линию и просто получилось так, что один, ну был один штрафной и забил свои голы. Динамо график, ну два матча в неделю, это плюс, потому что хороший игровой тонус или минус, потому что может какая-то усталость? Не, ну у нас же есть ротация, поэтому я думаю, это хорошо, всегда приятно играть, чем тренироваться, так что приятно, что такой график. Осталось побеждать только. Ну, наверное, последний вопрос про Young Boys. Скоро, через несколько дней игра. Чего ждать от матча на выезде? Как будете действовать? Уже думали об этом? Ну, думаю, завтра мы уже встретимся и обговорим игру с Young Boys. Конечно, поедем туда побеждать и проходить дальше.